всем привет это очередной обзор рынка посмотрим что у нас реализовалось из вчерашнего прогноза по рынку по индексу мвб как обычно смотрите этот выпуск до конца не перематываем все станет предельно понятно но а чтобы не пропускать но выпуска обязательно подписывайтесь на канал подписывайтесь на альтернативные площадки так как youtube очень сильно тормозит яндекс дзен ru tube все ссылочки в описании под видео последнее время достаточно много выходит на ipo новых компаний мы с вами в принципе с этим термином достаточно хорошо уже знакомы а такой термин как при айпио для многих я думаю остается загадкой при пиво это инвестиции частные компании которые пока не разместили акции на бирже но находится на поздних раундах и планирует листинг в течение двух лет для российской экономики при пиво это пожалуй новый инструмент в то время как сша он достаточно давно уже используется и хорошо себя зарекомендовал но из последнего хороший кейс по при пиво компании hyper менее чем за два месяца молодой стартап привлек сто процентов планируемых и внешних инвестиций это порядка ста двадцати семи миллионов рублей а сегодня я расскажу о проекте который работает в одной из самых интересных отраслей топливные затраты это 10 процентов себестоимости любой продукции российского производства объем рынка превышает 6 триллионов рублей не оцифрованность данном случае синоним непрозрачности рынок продолжает работать по старинке когда условно тому же самому фермеру чтобы купить топливо необходимо по телефону обзванивать трейдеров торговаться по ценам и выбивать лучшие условия почему так происходит но в мелком опте потребители редко имеет возможность заказать топливо напрямую у производителей крупные компании как правило заточены под реализацию крупным клиентам и их отделы продаж предпочитает большие чеки и остальные заявки обрабатывает по остаточному принципу отсутствие прозрачности всегда открывает простор для реализации различного рода серых схем о проекте open oil market это первый независимый marketplace нефтепродуктов и сырья который был создан серийным предпринимателем сергеем тережкиным стенах сколкова три года назад платформа позволяет производителям и покупателям взаимодействовать напрямую минуя ту самую цепочку посредников а также предполагает дополнительные но критически важны для рынка услуги это критование логистику и аналитику цен таким образом клиенты marketplace а в режиме одного к нам могут подобрать лучшее топливо оформить все документы получить финансирование и заказать доставку сейчас на платформе зарегистрировано более трех тысяч покупателей и продавцов среди которых крупнейшие компании рынка такие как тот нефть 2023 году оборот marketplace а на секундочку составил 5 и 9 миллиардов рублей через него было реализовано порядка 90 тысяч тонн продукции на сегодняшний день конкуренции у проекта практически нет биржа торгует большими объемами на сервисах закупок продается топливо для госструктур а поставщики развивают локальные интернет магазины если говорить о инвестициях для масштабирования проекта open oil market 2024 году привлекает один миллиард рублей по модели cash in все собранные в раунде средства будут направлены на достижение той самой цели стократного роста ближайшие два три года оценка проектов а по данным аналитика финанс составляет 10 миллиардов рублей а выход на при его при айпио планируется в 2026 году пока акции open oil market размещены только на платформе втб регистратор но скоро планирует расширить список платформ стоимость одного лота 90 тысяч рублей при инвестициях от 600 тысяч рублей нужно получить статус квалифицированного инвестора по возмещению проект участвует в программе возмещения университетских стартапов фонда сколково которая позволяет инвестировать и инвесторам вернуть до 50 процентов вложений но не более суммы ндфл уплачена за последние три года по факту если подытожить сейчас идет такая активно цифровизация всего и вся в нашей стране вспомните как еще несколько лет назад по многим товарам мы с вами ездили в оффлайн магазины на рынке и так далее стояли в очередях или месяц ждали доставку этого из того самого китая а сейчас просто заказываем их на marketplace ах выбирая лучшее предложение среди массовых поставщиков и в течение один-два дня забираем из ближайшего пункта выдачи так вот рынок нефтепродуктов не станет тому исключением и со временем покупатели и поставщики распробуют те преимущества которые дает им marketplace и несомнительно несомненно станут его активными участниками еще один факт компания open oil market можно сказать первого проходец в этой модели бизнеса своего рода амазон на российском рынке нефтепродуктов которые приучив к себе самых крупных клиентов и снимает все впоследствии сливки тому же помимо бензина всех марок open oil market уже предлагает своим клиентам довольно широкий ассортимент это и дизель это и керосин и гидравлические компрессорные трансмиссионные моторные и редукторные масла различные смазки несколько видов глины и песка и я думаю что скорее всего данный marketplace будет главным на товар на сырьевом рынке страны а может быть и за ее пределами и так но день у нас начался достаточно такой негативный в негативном характере акции трех крупнейших коммерческих банков японии падали на 13 15 процентов в ходе торгов в понедельник на фоне глобального обвала индекса токийской фондовой бирже падали на основании чего да на опасениях рецессии на американском рынке после того как вышла статистика негативная по рынку труда но если мы с обратим внимание на секундочку на индексы площадок европейских американских то все находится достаточно сильных минусах и наш рынок тому не стал исключением обратите внимание вчера которую я разметку вам давал она полностью сегодня реализовалась то есть я вчера говорил во вчерашнем обзоре что мы теперь должны прийти вот на эту наклонную линию в рамках вот этой разволновки обратите внимание как мы точно сюда пришли проколов эту наклонную акции начали оскакивать естественно это была точкой входа по многим бумагам в рамках закрытого vip канала я подкупал некоторые бумаги некоторые из них уже закрыл в плюс о чем скидывал скрины с приватного телеграм-канала в открытый телеграм-канал на который нужно обязательно подписаться ссылочка в описании под видео здесь в открытом канале бесплатно абсолютно много всяких различных новостей также графиков я скидываю но а свои сделки свое видение режиме онлайн разметки по бумагам я пишу своем приватном телеграм-канале ссылочка также в описании под видео также первым закрепленном комментарии так а так вот сегодня были куплены некоторые бумаги в том числе газпром нефть которая в последующем отскочила на полтора процента даже больше и была зафиксирована прибыль также по алросе спекулятивно был закрыт отскок причем неоднократно полросе вот и еще есть некоторые бумаги которые собственно я подкупал но и мы видим что действительно рынок отсюда начал отскакивать и по моему прогнозу мы должны были добить до этой наклона линии и далее должен по идее пойти отскок психической точки зрения закрыть вот этот гэп и собственно спекулятивно все бумаги которые покупались на этом отскоке можно будет прикрывать поэтому сегодня достаточно крутой был день несмотря на негатив всеобщим на всех мировых площадках собственно у нас обваливаться и индексы и сырье и даже золото сегодня также в рамках коррекционного вот это движение в рамках опять же канала которые восходящие достаточно четко золото в нем ходит обратите внимание то есть пришли к нижней границе данного канала и нас пошел отскок пошел откуп также сегодня драйвером снижение рынка послужил тоже самый сбербанк который достаточно продолжить то время не корректировался но мы видим что банки то же самое японии начали свой обвал ну и соответственно финансовый сектор включая и российский да тоже подвержен оказался распродажам но а так как сбербанк начал свою коллекционное движение соответственно потащил свой своим движением индекс вниз но по сбербанку опять же если смотри глобально есть смотреть с интересом до к этой бумаге то конечно же он интересен намного ниже в рамках приватного канала я указал где бы я хотел его купить на текущих уровнях он мне не интересен хотя мы сейчас пришли к поддержке 276 обратите внимание то есть по многим бумагам я сегодня в рамках приватного канала показал поддержки и точки входа по многим бумагам исходя из корреляции опять же с индексом московской бирже мы пришли по многим бумагам к поддержкам собственно от этих поддержек начались достаточно неплохие отскоки поэтому на рынке спекулятивно есть возможности есть возможность отыгрывать некоторые бумаги на отскок но и также можно присматриваться уже на текущих уровнях каким-то так скажем среднесрочным там историям да потому что у нас рынок достаточно неплохо скорректироваться со своих хайов и вот потенциал снижения конечно же еще есть но я не знаю что должно произойти чтобы рынок сюда спустился пока что я не верю в индекс в нахождении индекса на уровне 2500 но пока у нас мы видим кранка данной разволновки пришли к именно к тем отметкам о которых я вчера собственно вам показывал вот поэтому наблюдаем дальше за рынком дан спекулятивно торгуем в целом присматриваемся к среднесрочным историям у меня есть среднесрочные позиции вот которые подкупаю в том числе и яндекс который сегодня достаточно неплохо у нас корректировался обратите внимание на яндексом сегодня достаточно большим гэпом открылся вот пришел уже к интересным тоском поддержкам в его район яма-200 вот но и собственно сегодня его также немножко подкупил в целом формирует такую среднюю позицию среднесрочную вот и перспектива на самом деле эта компания на мой взгляд достаточно неплохая но мы видим что он несмотря на различные от ледяные бумаги будь то они сильные будто не слабые они все равно находятся под давлением вместе с общим рынком потому что начинается такие я бы сказал панические продажи вот и собственно рынок у нас находится под общим давлением и собственно коррелируется с тем же самым американским рынком которые пробил трендовую линию буквально вчера я эту показывал давайте сразу посмотрим с вами американский рынок но по факту американский рынок может в любой момент откупить могут любой момент от купить до всю просадку поэтому даже несмотря на то что он пробил трендовую линию ликвидности там достаточно много и рынок могут вот мы уже с вами наблюдаем до такую картину обратите внимание то есть у нас была пробита на американском рынке но как у нас на американском рынке трендовая линия давайте посмотрим вот эта трендовая линия собственно и пошло ускорение вниз нас на американском рынке буквально три таких красных свечи но и сегодняшний обвал принципе ту отметку который я давал до 1 это 5 200 у нас поддержка 2 на уровне в районе 5000 но мы видим даже не дошли до этого уровня начали американский рынок откупать но фактически скорректировались к тем точкам о которых я вчера описывал что достаточно так скажем неплохо надавила на весь рынок в целом но если мы с вами предполагаем что американский рынок не на американском не будет большой особой коррекции а вот эту коррекцию можно использовать как возможность до воспользоваться возможностью и на нашем российском рынке коррекциями да для того чтобы покупать бумаги то это наверное неплохая возможность вот в любом случае все кто ждал коррекцию вот она вам коррекция пожалуйста здесь не покупали на этих хаях вот держали кэш по мере снижения рынка многие кричали что вот рынок не корректируется надо бы коррекцию до чтобы покупать до сейчас когда рынок достаточно неплохо уже скорректировался все теперь боятся боятся покупать но а смысл было покупать на росте покупать надо на коррекции вот вам коррекция пожалуйста уже достаточно большая коррекция прошла вот здесь сюда 2 500 уже осталось там рукой подать но одна третья даже меньше наверное всего движения поэтому даже если индекс летит на 2 500 то это будет отличная возможность купить с дисконтом хорошие бумаги вот ребят вот такой быстрый мини обзор мы видим что мой прогноз снова реализовался по индексу московской бирже но а если вы хотите режиме онлайн смотреть сидеть за моими прогнозами все это прописываю своем закрытом инвесторском клубе кто не смотрел мой предыдущий прогноз вчерашний обязательно посмотрите это видео акции ммб ждет обвал все ссылочки находятся в описании под видео первая ссылка это подписка на закрытый инвесторский клуб вторая ссылка это подписка на бесплатно абсолютно канал telegram где выкладываю всю налаженную новостную линейку ну а я с вами прощаюсь всем удачи встретимся с вами уже завтра всем пока пока